здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске немецкие экологи долго думали как лучше спасти климат и придумали что надо вырубать леса климат теперь точно в безопасности вы сумасшедший напротив я так нормально что даже сам удивляюсь вы негодяй да ну что спорим что это правда или не совсем наговаривайте на нашу семью грех это рубрика никогда такого не было и вот опять германия этой ночью отключила последнюю работающую атомную электростанцию еще две были остановлены накануне в честь такого события около 500 противников аэс устроили возле одной из станций театрализованное представлением таким образом зеленые отметили очередную победу над здравым смыслом эксперты полагают что эксперименты с чистой энергетикой могут довести фрг до угля и тогда уже парусам зеленой партии не солнце не ветер особо не помогут на уголь приходится треть производства электроэнергии в германии после отказа от российского газа эта цифра увеличилась в восемь раз но то что уголь экологии не пахнет в партии зеленых похоже не знаю тем временем для того чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии стране необходимо построить новые ветряки а для этого нужны новые площадки в связи с чем дальнейшая вырубка лесов неминуема парадокс но зеленая политика убивает экологию и все живое так пишут в немецких газетах строительство ветряков центральной части страны уже почти уничтожила сказочный лес братьев грим по информации экологов около 70 процентов старинных деревьев мертвы ах ты бродяга смертный это просто фантастика какая-то как нынешняя германия выполняет план по деиндустриализации вот интересно они точно не агенты путина потому что тот промышленный и в том числе военно-промышленный монстр которого оставили шрёдер и отчасти сохранила меркель все это просто на корню уничтожается правительством шольца вот только есть один нюанс если уж германия все равно не захотела быть для нас дружественной страной то пусть тогда и сильной она тоже не будет незачем очень мило со стороны фрг что от всех запасов сделанных предыдущими поколениями они избавляются собственноручно какие молодцы а вот производить новые они уже скорее всего просто не смогут производилка сломалась и это хорошо враги сильными быть не должны арестованы у тебя пистолетик то есть тогда задержаны причем кто-то не будем показывать пальцами на шольца явно уже перебарщивает с тем какими темпами уничтожается экономика европейского локомотива этим недовольны судя по всему не то что в оппозиции а даже в самой правящей коалиции достаточно послушать что говорит кристиан линднер министр финансов автор всех санкций и ни разу не любители россии по поводу происходящего многие в бандестаге выступают за сохранение атомных электростанций хотя бы в резерве но нас никто не слушает те кто принял это решение те и понесут ответственность за дальнейшее обеспечение страны энергии заявил министр финансов фрг кристиан линднер но самое прекрасное это разумеется весь этот бред про экологию спасение климата и прочие глупости как же быстро все это было забыто на самом деле разумеется никогда еще в истории германии экология не страдала так как при власти экологов и даже додуматься надо было сперва отказаться от газа и атомной энергетики ради того чтобы спасать климат но вместо этого начать рубить леса и добывать уголь вот уж спасли так спасли климат в восторге надо полагать оказывается вырубка лесов которые поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород это у нас оказывается борьба за климат такая что забавно всяким экологическим девочкам на это тоже почему-то плевать как это не последовательно с их стороны впрочем если уж германия решила зачем-то стать врагом а потом решила сама себя уничтожить может это и неплохо нам явно проще фу на вас друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите